В Казахстане, оказывается, растет число заболевших коклюшем. С начала этого года только в Карагандинской области зафиксировали 48 больных этой достаточно опасной инфекции. И по данным медиков, цифра вовсе не маленькая. К примеру, в 2022 году на всю страну было только три случая. В прошлом году переболевших уже было 400 человек. И вот только с начала 2024 года в Казахстане зарегистрировали 350 фактов заражения коклюшем. Врачи сообщают, что 90% заболевших дети, причем не вакцинированные. Ну вот тут, наверное, стоит ЛТШ напомнить, что коклюш – это такая острая бактериальная инфекция, которая передается, как-то говорят, воздушно-капельным путем и через предметы. И сопровождается болезнь сильным кашлем. Но меня вот на самом деле больше всего поразило, что у малышей до двух лет сильный кашель может привести к перелому ребер или остановке дыхания. Поэтому, в общем, у кого нет прививки, лучше ее сделать, сделать своим детям. Ну и соблюдать правила гигиены, чтобы не довести вот сегодняшнюю ситуацию до вспышки и тем более эпидемии, как у нас всегда бывает. Недавно была эпидемия тоже кори-детской болезни. Кори. Кори, да. А сейчас обсудим главный скандал последних нескольких дней. Случился он на госканале Хабар. Коротко перескажу, кто этого не видел. В ток-шоу «Брак» пригласили женщину, которая в слезах рассказала, как 18 лет терпела побои от мужа-алкоголика. Он ее бил, бил еще и общих шестерых детей. Последней каплей, рассказала женщина, стало то, что супруг сломал ей руку. Тогда она вместе с детьми сбежала в другой город и пряталась в кризисном центре. И вот после этих жутких рассказов ведущие пригласили в студию этого мужа-тирана. Причем продюсеры, видимо, постарались сделать все красиво. Мужчина вышел трезвый и с цветами. Женщина отказалась принимать букет, заявила, что боится мужчину. Но у ведущих был другой сценарий. Они стали уговаривать героиню помириться с абьюзером ради детей. В общем, посмотрите сами на это так называемое шоу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Женщина в итоге получила нервный срыв, а авторы наверняка в высокие рейтинги. Позже выяснилось, что героиню попросту обманули. Во-первых, пообещали, что выступит она инкогнито, в маске. В итоге ее лицо знает вся страна. Во-вторых, обещали, что мужа в студии не будет. И тоже обманули. Реакция казахстанских зрителей последовала мгновенно. Люди возмутились тому, что в стране, где женщины в год сотнями гибнут от рук мужей тиранов, ведущие свели абьюзера с жертвой против ее воли, да еще и пытались их примирить. Да, ну и этот скандал докатился до министра культуры и информации. Министр Балаева пообещала очень быстро, что ток-шоу закроют. Ну и кое-как извинилось и руководство собственного телеканала Хабар. Что касается ведущих, то тут тоже интересно. Выяснилось, что вот ведущий, сама Толокбай, еще и депутат Маслихата Карасайского района. Есть такой в Алматинской области район. И он же родной брат другого депутата, Максата Толокбая. Тот старший Толокбай, да, он сидит в Можилисе и тоже, кстати, раньше работал на Хабаре. Ну ток-шоу вроде закрыли, но эту тему все еще обсуждают. Вот и мы хотели бы поговорить об этом с бывшим телевизионщиком, а теперь популярным ютюбером, автором ютюб-канала Тимур Балымбетов, Тимуром Балымбетовым. Он уже подключился к нам. Тимур, добрый вечер. Добрый вечер, Тимур. Добрый вечер. Спасибо, что выделили время. В общем, бывшие телевизионщики сейчас будут задавать вопрос бывшему телевизионщику. Да, ну на самом деле, да, ну не самый приятный повод. Тимур, вот давайте с самого начала. Вы в тот день, мы видели этот ролик в Инстаграме, где вы достаточно эмоционально высказались и по поводу шоу, и в адрес ведущих. Вопрос, почему вас задела эта тема? Ну и вообще, почему казахстанцы так возмущаются вот этой телепередачей? Я думаю, что причин несколько, почему меня это задело. Я вообще выделил себе время, пошел в спортзал, думал, что я сейчас отлично подзанимаюсь. Очень, очень я не завидовал и дорожке беговой, и гантелям, и штангам, потому что им тот день досталось. Когда я увидел это, сначала небольшой отрывок, который разместила Анна Рыль и почитал текст, как их обманным путем. Просто людей обманули, пообещали, что помогут найти, возможно, потенциальных спонсоров, которые помогут подобраться от детек этой женщины, которых шестеро. Но в итоге произошло то, что мы увидели. И вот когда вся эта манипуляция, ладно, мы телевизионщики, мы можем быть циничными, мы понимаем, что очень часто какие-то вещи не договариваются, не проговариваются. И это узнается уже по факту в эфире, когда сидишь в студии в прямом эфире, ничего не можешь сделать. Такое бывает, гостей часто подставляют, и это делается на всех каналах. И надо признать, что на каждом канале есть вот такое одно хейт-шоу, которое является рейтингообразующим. Меня, конечно, возмутило, как и всех казахстанцев, я обычно не позволяю себе так эмоционально выражаться, но я не смог сдержаться. Действительно, мне стало больно за неё, потому что её бопль нашей сестры, которая на казахском не может донести, что с ней было эти 18-20 лет, впоследствии мы узнаём, что у них не было официального брака, он её вообще украл. То есть мы даже не знаем, эти дети рождены с учётом её мнения, или это было многолетнее насилие. И это всё делается с такой невозмутимой актёрской игрой этих ведущих. То есть телеведущая садится, и она смотрит в кадр, она смотрит в камеру, и туда даёт этот вопрос эпохальный просто её. А за что вообще бьют мужчины? Иногда за то, что не готовят. И ладно это, её час пытают просто. То есть это какой-то прям был метод пытки, когда её заставили все эти травмы. Не все, но огромное их количество в подробностях пережить, рассказать. И затем им хватает цинизма, и не хватает просто человеческого какого-то начала, и в конце концов ума, чтобы понять, что да, у нас был сценарий, да, мы договорились, что у нас будет жирная точка примирения в конце, но, по-моему, сейчас перед нами происходит что-то ужасное, что-то омерзительное, и это с нашим планом, который придумали редактора, который был одобрен на самом верху, как мы потом уже поняли, из первой версии официального извинения господина Кембельбека, я прошу прощения, фамилию. Луиш Баева. Луиш Баева, да, который сейчас является главой правления, Ау Хабар, даже в его тексте в первой версии не отредактированной, было сказано, что нашей целью было всего лишь примирить семейную чету. Они таковой не являются, они фактически такой не были никогда по закону, насколько я понял из программы, если, конечно, нам дают достоверную информацию. И вот это всё вкупе, и, конечно, то, что мы как общество, мы граждане настолько сейчас травмированы и такой высокий градус боли от всего насилия, которое мы видим ежедневно, что когда ты это видишь, перед тобой в прямом эфире берут самую беззащитную женщину, самую социально незащищённую, психологически травмированную, и используют её, у тебя на глазах её просто вот режут вот так вот ножом, тупым ножом, самым неострым, ржавым перед тобой, просто для того, чтобы потом зайти к руководству и сказать, вот наш рейтинг, наш первый выпуск выстрелил, смотрите, как здорово. И, эй, да, простите. Нет-нет, продолжайте, Тимур, это, видимо, какие-то помехи. Да, простите, пожалуйста. И вот поразительно для меня, что ни у одного из этих людей ответственных за канал, за проект. Ни у кого не нашлось смелости. У всех есть Инстаграм. Они с удовольствием выходят в свой Инстаграм каждый день. Они пилят сториз, они показывают свои платья, делают рекламу, отмечают своих спонсоров, рассказывают про достижения. Там у представителя правления классный есть пост про достижения в Ютьюбе телеканала. Никто из них не вышел, не посмотрел в кадр и не сказал. Мы допустили непростительную ошибку. Мы, наши слова в одном ничего не изменят, но мы понимаем, что что-то пошло не так, мы не среагировали. Мы очень виноваты. Мы сделали этой женщине и этой семье не только плохо в прямом эфире перед всем народом, но мы поставили её в положение, когда она не в безопасности. Мы не знаем, что произойдет дальше. Её благоверный в эфире её там ругал, материл, обвинял, что она устроила детей против него, обманывал, что он не пьёт уже год. Потом оказалось, что две недели назад, или сколько там, он приходил пьяный и опять же пытался устроить скандал, либо ширил. То есть враньё на вранье, ошибка на ошибке ни у председателя, ни у ведущих, которые просто взяли и закрыли свои аккаунты. У них даже не хватило смелости сториз запилить, текст написать «Простите нас, мы ошиблись», или «Простите нас, мы виноваты». То, что они ошиблись, это уже факт. И это, конечно, возмущает. Я думаю, это возмутило так сильно общественность и, в первую очередь, граждан, что я, честно говоря, думал, что я вот сейчас скажу, я не ожидал, что будет такая реакция, что подключится такое огромное количество граждан. Но это ушло в репосты. И затем уже я попросил, давайте мы лучше с вами будем не просто репостить, а отметим людей, которые могут на это повлиять. В частности, господи Балаеву. Да, вот у нас как раз вопрос, Тимур, по этому поводу. Да, вот то, что на этот раз министр отреагировала быстро, да, программу закрыли. Но мы вот с коллегами вспомнили, что подобная жуткая история была еще в 2020 году. А тогда в ток-шоу на 31-м канале авторы пытались помирить жертву вообще группового изнасилования с ее насильниками. Тогда министром был Абаев, он возглавлял это профильное ведомство. И по запросу журналистов провели проверку, но никаких нарушений в программе не нашли, выпуск не удалили. В общем, совсем была другая реакция. И как думаете, что поменялось за эти несколько лет в стране и вообще в обществе, и в нашем сознании в том числе? Я думаю, что в первую очередь то, о чем вы говорите, общество поменялось, граждане поменялись. Я думаю, что убийство Салтана Амкеновой, огромное количество насилия, которое мы сейчас видим ежедневно в новостях, не может на нас не влиять. Ну то есть уже просто некуда. Мы уже не можем игнорировать, мы уже не можем сделать вид, что этого не происходит. Потому что если ты не смотришь телевизор, в телевизоре об этом как раз таки и не говорят. На хабаре про деда Салтана Амкенова и Абишбайве не говорят почему-то. Но выгораживают вот таких вот абьюзеров с 20-летним стажем. Я думаю, что граждане устали, не хотят молчать и понимают, что есть хоть какой-то маленький шанс повлиять через социальные сети, через подписывание петиции, через проявление своего голоса. И в конце концов хоть как-то выразить свое протестное «нет» на то, что такие вещи могут просто так спустить на тормозах. И это главная победа того, что произошло вчера, когда за один день граждане Казахстана просто достучались до министра. Нужно отдать должное тоже госпоже Балаеву, потому что, если вы помните, я очень четко помню, что Даврена Паев не реагировал на такие вещи. То есть для него это был какой-то непонятный мелкий повод. Он на такие вещи не отвлекался. Может быть, сыграло то, что Айда Галумовна женщина, и может быть, она вошла в положение, я не знаю. Но я очень благодарен, что она отреагировала. Она написала пост, сказала, программу закроют. Это, короче, победа. Этого, конечно, недостаточно. Конечно, не во всем я согласен. Формулировка была очень странная, что неоднозначная реакция общества. А как раз-таки реакция общества была однозначной. Однозначной. Ребята хотели гайпануть. Да, типовая формулировка. Тимур, вот вы... Я понимаю. Да, вот вы сами заговорили о деле Бешимбаева. Вот стало известно, что Бешимбаева, которого обвиняют в убийстве жены, будут судить присяжные. Ну, там наверняка будут разные люди и разных взглядов. Ну, и, наверное, возможно, могут быть и среди них те, кто считает, что женщина, как это говорят, сама часто провоцирует скандалы, длинный язык, напрашивается на кулак. Вот у меня в связи с этим вопрос. Как вы думаете, насколько вот фактор, что такие люди могут быть среди присяжных, и насколько их много в нашей стране может повлиять на исход дела? И второй вопрос. Вообще вот это вот архаичное, где-то патриархальное лобби, оно действительно, по вашему мнению, есть в Астане или нет? Потому что много мы говорим о том, что до сих пор не криминализировано бытовое насилие. Есть как будто бы какое-то противодействие достаточно таких весомых сил, может быть, в элите, в политике, у которых вот такой взгляд на то, как мужчина должен обращаться с женщиной, а муж с женой. Ну, вы знаете, мы ведь не можем знать личную жизнь и взгляды, и что там в голове творится у каждого депутата, но если мы берём за пример депутата, который также был ведущим этого шоу, отвратительного, то у него такие взгляды. Для него это и нормально. Для него нормально привести жертву насилия к насильнику, к абьюзеру и сказать, возьми цветы, замолчи, держи себя в руках, ради детей и так далее. Это его парадигма, то есть это его видение мира. Наверное, таких много, потому что заявления нескольких депутатов за последние полгода, которые предлагали и женщин там наказывать, рядом с абьюзером тоже сажать за длинный язык и за провокацию, говорит нам о том, что действительно огромное количество людей в нашем обществе. И я с огромным сожалению, как казахт должен сказать, что вот особенно в сегменте граждан, которые говорят сугубо на казахском и отождествляют себя только с казахской культурой, это моя боль. Моя боль. Потому что я из маленького города, я вырос сейчас в казахской школе. Это мои одноклассники, это мои однокурсники и так далее. Люди, которым, к сожалению, не было предложено другой картины мира. И их очень много. Кулуарно я знаю, что президент республики некоторое время назад давал задание, давайте-ка мы с телеканалов почистим вот весь этот контент, который занимается оскорбиниванием просто народа, как сказала недавно на авторской сети. И как раз о таких шоуах говорится. Понятно, что на коммерческих каналах что хотят, то и делают, потому что там есть деньги, есть рейтинги или их нет. Но на госканалах, почему меня возмутило еще, что эта история была сделана за бюджетные деньги. Вы знаете, как работает Хабар, канал Казахстан. Оба, кстати, возглавлял в качестве главы правления один и тот же человек, о котором мы сегодня упоминаем. И именно эти каналы делают ставку на такие шоу. Например, если вы посмотрите на данные Хабара, точнее данные ТНС Гэллп, потому что они в открытом доступе, если вы посмотрите, за последнее время у Хабара никакие проекты не стреляют. В топ-программ за полгода или сколько там. Сериал Келинжан. Сериал Келинжан про судьбу, ругань и так далее, женщин во улице. И там, кстати, тоже достаточное количество абьюза, достаточное количество хейт-спича и так далее. И вообще то, как там представлена женщина, ну, честно говоря, это очень плачевный образ. Я говорил об этом и продюсеру этого сериала, Гульна Монсарипова, она была у меня в гостях на интервью. То есть мы согласились не соглашаться, скажем так. Но когда ты не понимаешь, что есть другие источники контента, что есть вообще другой мир, другое мировоззрение, можно жить по-другому, можно строить здоровые отношения со своим супругом. Не можно, а нужно. Нужно знать себя, ценить себя, ходить замуж по любви, а не потому, что все так говорят. И что ты не чья-то вещь, рабыня, и пришла, вернее, для того, чтобы быть обслугой. А это то, что наши патриархальные ценности всё время внушаются. Конечно, мы получаем социум, в котором огромная, если не большая часть граждан считает, что это нормально. Даже под моим этим отрывком были комментаторы, которые выгораживали ведущую, которые обменяли жертву и тому подобное. И такое происходит каждый раз. Я могу сделать выпуск о жертве насилия, там будут писать, ну, ты, 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 это всё сама она навлекла на себя своим длинным языком. Мужчина просто так не разозлится. И тому подобное. Да, ну вот у меня всё-таки ещё последний вопрос. Я тут немножко как представлю сторону телевизионных продюсеров. Сам долгое время имел отношение к другому ток-шоу Астерлайки Татт, Дина Тулеберген. Вот, давайте... Он тоже хейт-шоу, кстати. Да, тоже хейт-шоу, но я вот сформулирую из своего опыта вопрос вам, да. Было очень много критики в адрес Астерлайки Татт, до этого в адрес Нашей Правды с Алексеем Шахматовым, который я тоже продюсировал, да. И наша логика, логика телевизионных продюсеров была всегда такая. Ну, мы поднимаем нелицеприятные темы, мы раскрываем нелицеприятные стороны жизни, вот. И об этом нужно говорить. Вот у меня вопрос, а в чем все-таки причина вот нынешней кризисной ситуации? Это то, как ведет себя ведущий, как далеко заходит ситуация на съемочной площадке? Это зависит от профессионализма человека в кадре? И второй вопрос. Допустим, сейчас раздаются, вот вы употребили термин оскотинивание, вот шоу, которое занимается оскотиниванием населения, да. Но, с другой стороны, телевидение — это же не высокий жанр, ну, прямо скажем. И вот, допустим, нападки на Калаулым и шоу, подобные Калаулым, ну, такие вот, как будто бы достаточно безобидные поженилки, да. Вот шоу для молодежи. Ну, молодежь хочет выстраивать отношения, знакомиться в прямом эфире. Вот второй вопрос. Вы согласны с тем, что и шоу, подобные Калаулым, тоже нужно задуматься о том, нужны ли они на телевидении или нет? Смотрите, вот это первая часть вопроса. Вы работали в проекте, вы знаете, как все устроено, и я думаю, что если быть предельно откровенным, вы понимаете, где иногда эта рационализация для того, чтобы и себя тоже успокоить, потому что иногда бывают ужасные просто темы. И ты действительно думаешь, нужно, действительно нужно это показывать, чтобы это посмотрели зрители в телевизоре, а потом еще там два-три миллиона в YouTube. Действительно это нужно? И повлияет ли это хоть на что-то положительное? В случае со вчерашней историей и с этим выпуском, я думаю, что здесь проблема в том, что не было никакой задачи хоть как-то этой бедной женщине помочь. Ноль. То есть этой задачи не было. Это подтвердил в первой версии первой редакции поста и глава тоже Хабара, потом отредактировать, потому что, видимо, либо сверху сказали, что творите, либо поняли, что, по-моему, мы признаемся сейчас в том, что это все была постанова, и мы заранее знали, что мы просто хотим для кадра их помирить. И вот я думаю, что посыл и изначальная мотивация это то, что всех спровоцировали. Там, что там белыми нитками, там видно было, что никому нет дела до нее. Хотя Анна, руководитель кризисного центра, Анна Рыль говорит, что когда они приходили и снимали сначала подсъемы для того, чтобы потом в монтаже вставлять, вся команда рыдала. Они плакали. И я не понимаю, что с ними произошло с этого момента до прямого эфира, когда они просто отключили сердце, отключили совесть, этику, голову и решили, ну, ладно, в смысле, давайте принесем ее в жертву, будем сейчас ее прилюдно здесь вот терзать, но доработаем свои баллы перед руководством. Потому что никто не работает на зрителя, к сожалению, на таких каналах. И если вы посмотрите рейтинги и доли хабара, вы поймете, что никто там не работает на зрителя. Все работают для того, чтобы их похвалило руководство. И только в Ютюбе потом такие вещи могут, еще может быть, второй волной стрельнуть. И то не всегда. Поэтому я... Насчет «Хэллоуон» я не скажу, что я много раз это шоу смотрел. Для меня оно просто кажется глупым. Просто, мне кажется, это очень-очень низкосортное, глупое шоу с очень плохими актерами. То есть мы понимаем, что ребятам всем платят за каждый выработанный день. Мне кажется, платят зря, потому что актеры очень плохие. И в случае с «Хэллоулом» мне кажется, это все равно какой-то сериал, который я знаю, что очень много пожилых женщин смотрят. Ну вот они сидят дома, им нечего делать. Молодые ребята не смотрят больше этого. Это такой аудиторный сегмент 50 плюс стал уже, если даже не старше. Там я не знаю, ну в смысле, просто говорить запрещайте, убирайте. Хотя там звучат тоже призывы и патриархальные, и к насилию, и о оценивании, унижении женщин. Там происходит регулярно. Я думаю, что нужен какой-то прецедент юридический, чтобы на уровне уже, наверное, юристов каким-то образом один раз разобрались. Был юридический прецедент, когда за вот такой хейт-спич в эфире телеканала люди бы привлечены были к ответственности и понесли ее до конца. Мне кажется, это потрясающий сейчас шантлет для вот такого прецедента. Я имею в виду закрытый шоу «Брах», который, кстати, все эпизоды удалили от страха с Ютуба. Я думаю, что они понимают, к чему это может привести. Потому что преступник, ну как бы женщина, там описывает годы преступлений. Просто годы преступлений. Вместо того, чтобы что с этим сделать, ей предлагают взять цветы из самого дешевого, плющего медведя за 18 лет пыток и насилия. Я думаю, что поменять что-то можно, если, как сейчас модно говорить наверху, если мы будем вот в рамках закона двигаться. Спасибо. Ну, да, у нас в эфире был Тимур Балымбетов. Особенно ценно, Тимур, ваше мнение, потому что вы прекрасно знаете, как делать шоу в кадре. Вы долгие годы работаете в кадре и на телеке, и вот в Ютубе работаем. С нами был наш коллега Тимур Балымбетов, автор одноименного Ютуб-канала. Подписывайтесь на канал Тимура Балымбетова, вот, кстати, и на Инстаграм тоже. Спасибо, Тимур, до свидания. Вам до свидания. Спасибо. Да. Ну, двигаемся дальше. Кстати, о деле Бешимбаева и о том, как устроены в Казахстане суды присяжных и чем закончится вот этот тоже громкий процесс, связанный тоже с бытовым насилием. Об этом, обо всем мы поговорим ближе к концу стрима с известным юристом Виталием Вороновым. Дождитесь, самое главное, будем говорить, да, Алтаншаш, о том, как вот эти суды присяжных устроены и кого туда набирают. Да, будет интересно. Двигаемся дальше. И депутаты Сената вернули на доработку в Можилис закон о запрете вейпов. В закон сенаторы внесли три поправки. В частности, убрать административную ответственность за продажу вейпов, так как за это будет предусмотрено уголовное наказание. Кроме того, введенный запрет на рекламу вейпов, в том числе на ярмарках, в лотереях или розыгрышах, что может, по мнению сенаторов, подогревать интерес и увеличивать спрос на эти электронные изделия. Напомню, что под запрет попадает ввоз, продажа и производство вейпов. Ну, вот что рассказал журналистам спикер Сената Маулена Шимбаев о том, запретят ли в конце концов вейпы в Казахстане или нет. Мы должны запретить эти вейпы, их продажу, производство, оборот. Это очень важное решение и мы не первые. Более где-то 30 государств мира сегодня приняли соответствующее решение. Еще ряд государств осматривает такой вопрос на данный момент, поэтому уже, можно сказать, так доказано и нет сомнений в том, что вейпы они вредны для здоровья. Поэтому законодатели приняли такое решение. Если закон будет подписан главой государства, если можно согласиться с поправками Сената, после этого закон вступит в силу и наступает уголовная ответственность за продажу вейпов. Ну, в общем, да, судьба вейпов решена. Так что окончательный запрет это дело времени. Это к тому, что у многих возникли сомнения о том, почему сенаторы вернули документ в Мужелис. Да, и вот не только вейпы собираются запрещать в стране, взялись депутаты из-за насвай. Мужелисмен предложил полностью запретить этот продукт. Амантай Жархенбек, депутат от партии Аманат, выразил свою обеспокоенность по поводу того, что насвай употребляют не только взрослые, но и школьники. А достать пакетик этого вещества даже ребенку проще простого. Телеграмм Пресский Зет выложил ролик с заявлением народного избранника. Давайте послушаем этот фрагмент. Пресский Зет ФИТА также отметил, что по некоторым данным насвай в Казахстане употребляет 10% населения. А еще привел к заключению ученых о том, что насвайная привычка приводит к раку и бесплодию. Да, ну тут вообще удивительные дела. Я, оказывается, вот до эфира узнал, оказывается, про насвай вообще заговорил президент Токаев сегодня в Атырау. Да, это Димон тоже понимал. Да, что-то как-то все внезапно озаботились вредными привычками вейпом, насваем. Ну да, вот от себя добавлю, что вот эти все споры про насвай идут уже не первое на самом деле столетие в Казахстане. Даже в Абайжоло тоже старейшины там спорили, могут ли казахи употреблять насвай, не является ли это грехом. Ну, в общем, в любом случае ничего хорошего эта привычка, наверное, точно не приносит. Тем временем, как мы уже сказали, в Атырау был президент Токаев, провели там Крултай, так ждали президента, что стали спешно не только отмывать и отбеливать город, но и чинить дороги. Местные жители пишут в соцсетях о том, что в нефтяном регионе залатали дыры и местами даже застелили новый асфальт. Ну, многих, конечно, возмутило, что такие работы проводят у нас, как обычно, только к приезду президента, а просто для горожан стараться чиновников всегда некогда, ну или денег жалко. Но в Акимате Атырау ответили, что ничего такого они сверхъестественного не делают, все в рамках обычной рутинной работы и без президента бы все это делали, но в соцсетях подметили, что неспроста починили и вылезали именно те улицы, по которым проехался президентский кортеж. Ну, к тому же, в это время года администрация Атырау как будто бы вообще никогда не бралась за ремонт дорог. Ну и коротко расскажу, зачем президент посетил Атырау. Там состоялось третье заседание национального Курултая под председательством Касымжумарта Тукаева. Президент высказался по многим вопросам, в том числе о том, что нужно вводить полную нетерпимость бытового насилия. Также Касымжумар Тукаев предложил приравнять наркобизнес в категории самых тяжких преступлений. Затронул президент и тенденцию облачения казахстанок в черную одежду, скрывающую лицо. Он заявил, что это противоречит мировоззрению нашего народа. И вообще, это, цитата, проявление религиозного фанатизма. Еще одним неожиданным заявлением от президента стало предложение сменить герб страны. Президент объяснил свою идею тем, что, цитата, герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии, затем объявит открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба Казахстана. Конец цитаты. Да, ну, кстати, дорогие зрители Айрана, вы пишите о том, что вы думаете по поводу того, что нужно нам менять герб или не нужно. Беспокоит ли вас сложность его восприятия? Вот, все, что вы думаете по поводу вот такой инициативы, да, можно написать в комментариях Айрана. У нас там демократия. Демократия, пишите все, что считаете нужным. Демократия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok